МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Городской совет города Милан принял независимость Арцаха. Парламент Люксембурга единогласно принял резолюцию, осуждающую агрессивные военные действия Азербайджана. Конифа призывает к миру в Нагорном Карабахе. 16 октября 1794 года в Мадрасе в Индии вышел в свет первый армянский печатный периодический журнал «Аздарар». Председатель Национального собрания Республики Западной Армении Леонардо Басмаджан и вице-спикер Лидия Маркусян направила письмо национальному представительскому органу Франции от имени парламента Западной Армении. Дамы и господа, с 27 сентября 2020 года коренное население Арцаха, Нагорного Карабаха, прожившее на землях своих предков, более 10 тысяч лет в очередной раз подвергся насилию и азербайджанской агрессии. В 1921 году Советский Союз произвольно передал Арцах Азербайджану вопреки международному праву, воле армянского народа, район, где азербайджанцы проводили расистскую и дискриминационную политику в отношении армян. После 70 лет колониального давления армянский народ решил реализовать свое право на самоопределение, создав собственное государственное устройство в соответствии с законодательством СССР и международными стандартами. Выход из Советского Союза начался вместе с Советскими Социалистическими Республиками Армении и Азербайджан. Следовательно, речь идет не о сепаратизме, а о праве народа на самоопределение, которое лежит в основе Устава ООН и Международном мирном договоре, подписанном в Севре 10 августа 1920 года. Это решение спровоцировало массовое убийство в Баку, Кировобаде, Сумгаите и в результате которых в Азербайджане были убиты тысячи армян. В 1991 году произошла агрессия Азербайджана против Республики Арцах. Эта война, унесшая десятки тысяч жертв, завершилась победой народа Арцах в подписании перемирия 14 мая 1994 года. Сегодня эта новая агрессивная война Азербайджана, открыто поддерживаемая турецкими вооруженными силами, направленная против гражданского населения, что с юридической точки зрения считается военным преступлением в соответствии с римским статусом Международного уголовного суда и международным гуманитарным правом. Эта новая война напрямую связана с нерешенным вопросом определения восточной границы армянского государства на территории Западной Армении, признанной союзными державами в 1920 году. Согласно статье 92 договора о международном праве, соответствующие границы Армении, Западной Армении, Азербайджан и Грузии будут определены прямым соглашением между заинтересованными государствами. Полная версия статьи будет доступна на нашем сайте. При защите границ Родины во время тяжелых боев погиб сын бывшего депутата от партии «Процветающая Армения», Азат Амартыка Рустама Гасполяна, сам он получил тяжелое ранение. Ночью Рустама Гасполяна прооперировали. Президент Западной Армении Арбанак Абрамян направил соболезнование, в котором, в частности, говорится. «Скорблю вместе с родными Гасполянов. Разделяю безмирную боль утраты. Мы молимся за здоровье раненого Рустама Гасполяна». Рано утром противник после примерно часа интенсивного артобстрела начал широкомасштабное наступление в северном направлении. Они несколько раз пытались занять наши позиции атакующими волнами, но благодаря мужеству и навыкам армянских воинов были отбиты, понеся значительные потери, отметила Ванесян. В ночь на 16 октября, в основном на рассвете, враг подверг интенсивному артиллерийскому обстрелу поселок Кармиршука Мартунинского района. Утром обстреля на общинам Барташен артобстрелу подверглись населенные пункты Тох, Гортрудского района, Тиверанован, Айгевит и Аховно, Кашатакского района. Городской совет Милана признал независимость Арцаха и осудил агрессию Турции и Азербайджанам. Как передает Армен Пресс, срочное предложение ходатайства о признании независимости Арцаха было принято единогласно. Городской совет поручил мэру Милана и исполнительным властям города обратиться к национальным властям Италии с призывом признать республику Арцах. Признание может привести не только к установленному справедливости, но и положить конец молчанию, которое уже становится соучастием в преступлении, говорится в решении городского совета. Парламент Люксембурга единогласно принял резолюцию, осуждающую развязан Азербайджанам против Арцаха военные действия. Как сообщает Армен Пресс, в резолюции, в частности, говорится, Палата депутатов Люксембурга, принимая во внимание, что проводящая к гибели людей борьба между Арменией и Азербайджаном за суверенитет армяно-населенного Нагорного Карабаха продолжается. Констатируя, что 27 сентября 2020 года Азербайджан начал наступление с целью установления контроля над Нагорным Карабахом. Осознавая, что текущие бои являются самыми жестокими после подписанного 1994 года соглашения о прекращении огня, констатируя растущие трудности с участием третьих стран, в частности Турции. Осознавая, что президент Турции Раджип Тайп Эрдоган оказывает политическую и военную помощь Азербайджану, в том числе поставляя сирийских наемников и военное оборудование. Отмечая, что Турция предъявила ультиматум, настаивая на том, что соглашение о прекращении огня будет установлено только тогда, когда поддерживаемые Ереваном силы покинут спорную территорию. Осознавая, что этот военно-политический конфликт с участием третьих сторон может привести к более крупному конфликту, призывает правительство четко осудить все военные действия, противоречащие соглашению 1994 года, осудить любое иностранное вмешательство, направленное против одной из конфликтующих сторон, в частности военную помощь Турции и Азербайджану, поддержать инициативу по прекращению огня в Нагорном Карабахе и призвать к соблюдению принципов соглашения о прекращении огня 1994 года, говорится в резолюции. Конев осуждает военные действия в качестве метода разрешения споров и верит в решение проблемы путем конструктивного диалога. Конев осожалеет об эскалации ситуации в Нагорно-Карабахском конфликте. Мы думаем о жертвах конфликта в первую очередь, отмечает президент Конева Пер Андреас Блинд в заявлении. Напомним, что в 2019 году в Арцахе прошел турнир Конева, который вызвал большой резонанс на территории соседнего государства. Среди стран-участниц была и национальная сборная Западная Армения по футболу, которая заняла второе место по итогам турнира. 16 октября 1794 года в Мадрассе в Индии вышел в свет первый армянский печатный периодический журнал «Аздарар» «Вестник». 1794 по 1796 годы было издано 18 номеров журнала, издателем и редактором которого являлся Арутюн Шмабанян. «Аздарар» представлял собой научный, исторический, литературный и общественный журнал, отражающий жизнь индийских армян, затрагивал проблемы просвещения армянского народа, национального самосознания и освобождения. Он также публиковал стихи, басни, беседы, рассказы, просветительские статьи, морального содержания и информировал о событиях, происходящих на Южном Кавказе. Журнал призвал армян колонии вернуться на родину. Шмабанян получил корреспонденцию из Мадраса, Калькуты, Басры, Китая, Филиппин, а также опубликовал материалы из Еревьевана и Шуши. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение ансамбля «Карин». Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Продолжение следует...